В честь юбилея покорения космоса самарские блогеры и журналисты получили уникальный доступ на некоторые объекты предприятия ОДК Кузнецов. Здесь нам детально разъяснили, как из куска металла рождается безупречная инженерная конструкция. РД – ракетный двигатель для той самой «семерки», которая подняла в небо ракету с Гагарином. Прежде чем попасть в сборочный цех, каждая деталь проходит через сотни рук и десятки станков. У нас здесь будет полностью замкнутый цикл изготовления шестеренок, можно сказать, из руды, то есть из металлических заготовок. Вот как видите на станке, сейчас обрабатывается, это из межпользового строгольного оборудования. Оно полностью изготовит шестерню из болванки, так называемой. И в конце это будет уже деталь, которую поставят в коробку приводов, либо в маслонасос какого-нибудь самолета, либо двигателя. Производство полного цикла занимает 9-10 месяцев. Не зря инженеры шутят. Каждый движок как ребенок. Гордость производства – новейший гальванический цех. На этих двух линиях представлены здесь процессы анодирования с правой стороны, и это процессы меднения. То есть это покрытие, защитно-декоративное покрытие, которое применяется, используется на деталях изделия МП и Е и Р. На двигателе стратегической бомбардировочке. У-160, У-95, У-22. Ступеньки сборочного цеха еще помнят те времена, когда здесь стоял сам Гагарин. В 1963 он приезжал, чтобы поблагодарить заводчан и познакомиться с производством. Ранее, в год покорения космоса, на территории поселка Вентай построили испытательную площадку. Здесь испытываются двигатели, на которых летали все российские космонавты. Вес самой ракеты где-то около 29 тонн, да, вот как материальная часть. А на старте с компонентами она почти 290 тонн. Вот и считайте, в 10 раз больше, и все это сгорает. Потому что сама по себе ракета – это баки с топливом и с кислородом. Вместе с Владимиром Карповским мы идем по территории режимного объекта, на котором готовится запуск очередного ракетного двигателя. Кстати, в апреле этого года наклонный стенд номер 2 перешагнул порог в 6000 испытаний. Все двигатели проводят 100% испытания на компонентах, как в ракете, на режимах, как в ракете. Все так же, как в ракете. Только он один, а в ракете их пять. Потом он перебирается, ну, разовые детали меняются, идет консервация, сборка и на прогресс. Прогресс их подбирает группами и определяет, в какой ракете, типа ракеты. Так выглядит процедурный кабинет для двигателей. Здесь пациента осматривают до испытания огнем и после него. Установками РД-107А, РД-108А и НК-33А оснащаются первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа «Союз». Все отечественные пилотируемые пуски, начиная с полета «Гагарина», были обеспечены только ими. В настоящее время со стапелей сошло уже больше 11 тысяч серийных ракетных двигателей. Статистическая надежность – 99,9%. Запуски ракет-носителей с нашими движками осуществляются с четырех космодромов – «Байконур», «Плесецк», «Восточный» и «Куру» во французской «Гвиане». Вот все, первый гудок. Сейчас будет, как пойдет вялое пламя – это знак тому, что испытание начинается. 12 апреля для самарцев – это не просто юбилей первого полета в космос. Российская космическая отрасль сегодня активно развивается. Научно-образовательный центр инженерия будущего, в который входит и ОДК «Кузнецов», развивает идею создания в Самаре центра коммерческого космоса и экспериментов на орбите. Реализация программы инженерии будущего станет магнитом для притяжения талантливых молодых ученых, инженеров, перспективных студентов и, конечно, ученых с мировым именем. Именно момент испытания двигателя можно считать его рождением. До этого агрегат мощностью около 80 тонн проходит долгий период сборки испытаний, который длится около года. Марина Баркова, Константин Макаревич, Новости губернии.